МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты. И я, Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Дела сердечные. Какие мероприятия ждут жители Чувашии в год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями? Что нам стоит дом построить? Как участники долевого строительства проблемных объектов обживают новые дома? Дорогие дороги. Сколько планируют на них потратить в Чувашии в 2015 году? Мы строили, строили. И, наконец, построили. Эту цитату из мультфильма любят повторять хозяева квартир дома по улице Ильгера. Участники долевого строительства больше не чувствуют себя обманутыми. Но для этого потребовалось множество усилий со стороны властей республики, строителей и самих владельцев жилья. Елена Молодцова свою новую квартиру показывает с удовольствием. Три комнаты, большая кухня. Здесь будет родительская, спальня здесь детская. Ремонт – дело хлопотное, но пыль и грязь Елену только радует. Этого момента ее семья и соседи ждали долгих семь лет. Волжский Платинум в 2008 году начала строить фирма «Сарет», которая входила в группу компаний «Сава» и разделила с ними участь, весьма печальную для всех партнеров, клиентов и участников долевого строительства. Потом объект достался еще одной фирме, побывал в конкурсном управлении и, наконец, был передан ГУКСу. Пройти за это время пришлось через многое. Иногда у людей откровенно опускались руки. В 2009 году, когда начали все это, конечно, глухая стена была. Очень глухая. Прям отчаяние было великое. У людей вообще все руки отпускались. И ездили мы в приемную Путина, в приемную Медведева. И днем и ночью ходили в Минстрой. И в конец 2012 года пошло прям активное строительство. Все решаться стало. Как-то вопросы все решаться стали. В 2012 году глава Чуваши Михаил Игнатьев взял проблемы обманутых дольщиков под личный контроль. Власти не только сделали шаг навстречу людям, потерявшим всякую надежду, но и разделили с ними финансовое бремя. Из бюджета были заложены средства. Скажем, в 2014 году мы потратили порядка 3,6 миллионов рублей на погашение процентной ставки по кредитам, которые застройщики берут на завершение этих объектов. Это специальная строка в бюджете заложена. Она так и называется. Погашение кредитной ставки по выгодным кредитам для решения проблем обманутых дольщиков. Итогом всех материальных и моральных вложений стал вполне убедительный результат. Из 9 проблемных долгостроев и почти 600 обманутых дольщиков на сегодня остались 2 объекта и 161 человек. По планам, графикам строительства, эти 2 объекта мы планируем, что они будут достроены до конца этого года. Таким образом, проблема обманутых дольщиков Чуваши до конца этого года должна быть решена. Лучшее доказательство, что обманутые дольщики окончательно уверились в счастливом окончании своей эпопеи, появится в семье Молодцовых буквально на днях, в начале марта. И хотя ремонт к тому моменту закончить не успеют, это пустяки. Главное, что старший брат совершенно точно знает, куда поставит кровать Дениски. А здесь рабочий стол и пианина. Елена Гальперина, Расиль Мухаммедов, Республика. В Чувашии на строительство и ремонт дорог в 2015 году планируется направить более 2 миллиардов рублей. Об этом и многом другом говорили на еженедельном совещании с главами администрации муниципальных районов и городских округов Чувашии. В режиме видеоконференции рассмотрели вопрос о проектировании, строительстве и реконструкции автомобильных дорог до сельских населенных пунктов, которые не имеют круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. На строительство таких дорог направят 695 миллионов рублей. Из них 156 пойдут на дороги в сельской местности. Данным постановлением на продолжение строительства и реконструкции автомобильных дорог в Канарском, Вурнарском, Брестинском, Красноармельском, Маргаурском, Паретском, Шумерлинском и Ярческом районах начатых в 2013-2014 годах предусматривается направить средства всего в сумме 50 миллионов рублей. Кроме того, в 2015 году предусматривается начать строительство уличной дорожной сети в 115 населенных пунктах сельских поселений. В преддверии празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Министерство культуры по делам национальности и архивного дела Чувашии завершило паспортизацию воинских захоронений, начатые еще в ноябре прошлого года. На территории Чувашской республики насчитывается 335 объектов, установленных до 1970 года, 506 в период с 1971 по 2000 год, 135 объектов установленных с 2001 по 2010 и 63 с 2011 по 2015 годы. К сожалению, у 125 объектов отсутствуют сведения о дате установки. По результатам обследования сегодня мы констатируем, что большинство, 86% из наших памятников, посвященных Великой Отечественной войне, нуждаются в ремонте и благоустройстве. Все мероприятия по реконструкции и текущему ремонту памятников и мемориальных мест нужно завершить в срок до 15 апреля. Главы администрации заверили, что смогут изыскать средства и уложиться в поставленные сроки. В завершении конференции Михаил Игнатьев, подключившийся к работе совещания, рассказал об итогах встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, которая состоялась на прошлой неделе в Новочебоксарске. Отдельная рабочая встреча была очень полезной, результативной. На мои пять писем были даны соответствующие поручения в адрес федеральных министров правительства Российской Федерации. И сегодня уже мы по отраслевому принципу отработаем в наших федеральных министерствах для привлечения дополнительных инвестиций. Глава Чувашии также рассказал о достигнутых договоренностях по привлечению инвестиций и уменьшению бюрократических барьеров, которые осложняют работу предприятиям и организациям республики, а прежде всего компаниям электротехнического кластера, производящим импортозамещающую продукцию. Страшное ДТП произошло у села Климова на автодороге Канаж и Бресе 20 февраля. Об этом мы сообщали ранее. Накануне стало известно, что количество жертв той аварии увеличилось. Возбуждено уголовное дело. Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего около 16 часов 30 минут 20 февраля текущего года у села Климова и Бресенского района. Напомним, что по предварительной версии следствия автомобиль Рено Логан под управлением 34-летнего жителя Бресенского района выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2112 под управлением 22-летнего помощника оперативного дежурного отдела МВД России по Бресенскому району, который от удара съехал в Кювет. В результате на месте ДТП погиб указанный полицейский и четверо его пассажиров, его 23-летняя супруга и полуторагодовалая дочь, 45-летняя мать-жена и их 20-летняя знакомая. Еще одна женщина позднее скончалась в больнице. Водителя второго автомобиля с травмами доставили в больницу. Расследование уголовного дела продолжается, назначены различные экспертизы. Суд приговорил Агакова и Иванову к четырем годам лишения свободы условно. С испытательным сроком три года и штрафом в размере 600 тысяч рублей каждому. Лялину к трём с половиной годам условно, Агафонкину к трём годам и двум месяцам. Обеим штраф 500 тысяч рублей. 2015 год в России проходит под знаменем усиленной борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В Минздраве Чувашии сегодня представили план работы на год в этом направлении. Сердечно-сосудистые заболевания прочно удерживают первенство среди причин смертности. Лидируют они и в структуре хронических недугов. Только в Чувашии за последние три года такой диагноз ставят на 30% чаще. Если мы начнём бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, во-первых, мы уменьшим сразу смертность и увеличим продолжительность жизни. Потому что вот это главное, для чего год объявлен годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чтобы все обратили на это особое внимание. В республике уже не один год проводятся мероприятия по снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это диспансеризация населения и работа центров и школ здоровья. Сегодня важно до каждого человека донести ту информацию, что те самые серьёзные заболевания сердца и сосудов, это инфаркты, инсульты, начинаются с малого. Это повышенный уровень холестерина, это повышенное артериальное давление, это наше, к сожалению, нездоровый образ жизни. Комплекс мер, который разработан для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, достаточно обширен. Это и повышение уровня квалификации медработников, и обучение навыкам первой помощи. Врачи надеются, что целый год усиленной работы позволит добиться значительных успехов в войне с молчаливым убийцей, как обычно называют гипертонию. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. В воскресенье, накануне Дня защитника Отечества, на площади Республики в Чебоксарах собрались горожане. Митинг собрал всех неравнодушных, тех, кто хочет видеть Родину единой, а небо над ней чистым. День защитника Отечества. Праздник, в котором заложен огромный смысл любить, почитать, защищать свою Родину. В случае необходимости достойно ее отстоять. И сегодня тема патриотизма, единой гражданской позиции, актуальна как никогда. Поэтому представители общественных организаций, политических партий, организовали митинг на площади Республики. Когда мы разрозненные, мы не понимаем, что будет делаться. Потому что мы занимаемся патриотическим воспитанием молодежи. Пользуясь случаем, конечно, хотелось бы поздравить всех защитников Отечества. Независимо, раньше говорили, что это мужской праздник. Я думаю, что и женский тоже, независимо от пола. Хочу поздравить всех с Днем защитников Отечества. Что Отечество для нас это самое главное. А потом уже мы должны понимать, что история нашей страны, она героическая. Она сложена из тех людей, которые защищали наше Отечество. Активисты молодежного движения поддержали инициативу военно-патриотических общественных организаций Чувашия. Очень здорово то, что в нашем городе проводится подобный праздник. Я считаю, что все чаще и чаще нужно проводить подобные праздники. Так как молодежи интересны такие мероприятия. Мы любим город, мы любим Чувашию, мы любим Россию. 23 февраля давно отмечается как праздник всех мужчин. Но немало и тех, кто помнит первоначальное и истинное значение этой даты. Павел Тимошенко – ветеран Великой Отечественной войны. Совсем недавно переехал в Чувашию с Кавказа. В год 70-летия Победы готовится отметить свой 90-летний юбилей. Раньше был день Советской армии и военно-морского флота. Я всех благ желаю жителям Чувашии. Мне так понравился Чебоксар. Я здесь год, как раз год. А то я, как вам сказать, настоящий Кавказец, Северный Кавказ, Ставропольский край. Эта профессия, она отличается тем, что она сложная и опасная. Ну и по традиции Чувашии очень хорошо отмечается этот праздник. В этот день мы едины. На митинг пришли и ветераны военно-морского флота. Россия всегда гордилась своими моряками. Сегодня, как никогда, стоит остро мысль об единении всех, сплочении вокруг нашего президента России, Путина Владимира Владимировича. Нас всегда окружали враги. И поэтому мы пришли здесь, чтобы показать всем, что мы едины и мы непобедимы. Идею проведения митинга, посвященного Дню Защитника Отечества, поддержали в администрации города Чебоксара. Леонид Черкесов, депутаты городского собрания, тоже пришли на митинг. Я всех горожан, наших жителей нашего города хочу поздравить с этим замечательным праздником Днем Защитников Отечества. Сегодня мы поздравляем тех, кто служил и служит в настоящее время в вооруженных силах. Всех тех, кто стоял на защите нашей Родины. Всех тех, кто защищал нашу Родину из-за пределами, в горячих точках, в оружием руках. И в первую очередь я хочу сегодня поздравить наших ветеранов, кто победил в Великой Отечественной войне. Именно 2015 год для нас важен, 70-летие победы. И мы должны окружить заботой и вниманием каждого нашего ветерана. Каждый ветеран должен быть в центре внимания, окружен заботой близких. И мы говорим, что депутатов Чебоксарского городского собрания, партии «Единая Россия». И этот год мы провести должны достойно. Регина Кубайкина, Расим Мухаммедов. В этом году страна отметит 70-летие победы над фашизмом. Она ковалась и руками Бориса Ильича Ермилова. В родном «АллатРа» ветерана знают многие жители. Он работал учителем, а потом и директором местной школы. В годы войны он служил в морской авиации на Дальневосточном фронте. С героем Великой Отечественной познакомились и мои коллеги. Для него всегда первым делом были только самолеты. Ему удалось попасть в летную школу еще в юности, хотя это было и непросто. На одно место претендовали более 40 человек. Но во время отбора Борису Ильичу удалось буквально поразить экзаменаторов. Я ни бумагу не взял, ни карандаш не взял. Я говорю, давайте любой вопрос по математике я вам сходу отвечу. И тогда они меня сразу, а одна говорит, так и так. Я говорю, нет, меня морской ясок. Морская форма была самая. И три года служить. Молодой специалист, который выучился на борт радиста и стрелка, был определен на Дальневосточный фронт. Говорит, что часто его группе приходилось совершать рейды во вражеские позиции. Это были по-настоящему опасные вылеты. Однажды во время прыжка с подбитого самолета у него не раскрылся основной парашют. Запасной летчика не подвел, и он опустился на землю живым. Еще один случай Борис Ильич вспоминает с драганием. После взлета самолета, который был переполнен опасным грузом, его пилот упал в обморок. С одним я летал, он с пяти тысяч потерял сознание, кормили плохо. Он язык на баранку положил, понимаете, и в левый крен как дал. А штурман был еврей Каргер, Борис тоже, как и я. А эта машина была, вот, Ил-3, Ил-4, она двухштурвалка. Этот зачехленный был роль управления с правой стороны у него в кабин. И вот он его расчехлил, вставил и перед водой буквально вырвнял машину, сделал на горизонт. И этот пилот очухался, очухался пилот. Ну, ушли мы, задание не выполнили. Борис Ильич во время полетов отвечал за связь и охрану самолета. Не раз его группу посылали в ночную разведку. И задание считалось выполненным, если полностью я сфотографировал объект, куда мы что-то делали. И штурман, у него тоже АФА был, и у меня АФА. Вот мы двое, я с одной стороны, он с другой стороны. И сравнивает, когда после полета раз, два, три, его в один кабинет, меня в другой кабинет, пилота в третий кабинет. Во время войны с фашистами он выполнил более 150 боевых вылетов. За проявленное мужество его наградили медалью и орденом Великой Отечественной. В мирное время Борис Ильич выбрал педагогику, работал учителем и директором. И теперь часто приходит в школу, чтобы рассказать о своих подвигах молодым. Медрик Валев и Николай Яковлев. Республика. Они улыбчивые и задумчивые, рисковые и осторожные, юные и зрелые, сильные телом и духом. Так или иначе, для каждого из нас они самые лучшие. В столице Чувашии прошел конкурс «Самый лучший папа». За гордое и ответственное звание боролись девять претендентов. В симпатии зала главы семейства заручились достаточно быстро. Скромные труженики и солидные начальники в обычной жизни, сегодня они проявили себя с самой неожиданной стороны. Устоять перед обаянием мужчин не смог никто. Тем более, что зрителями были родные и близкие конкурсантов. Максимка, сынок мой родной, Ты словно луна над рекой, Ты как веселый ручей, бегущий дорожкой своей. Ты словно цветок расписной, раскрывшийся теплой весной. Признания в любви были адресованы и хранительницам очага. Я не могу достать для тебя звездочку с неба. Лучше я помою посуду, Когда ты устала после длинного дня. Пусть мы не пойдем вечером в шикарный ресторан, Зато я сам приготовлю на ужин вкуснейшую жареную картошку. Ну и что, что я не умею красиво говорить? Сочинять стихи и петь серенады. Я лучше обниму тебя крепко-крепко, Поцелую и пришепчу на ушко. Я люблю тебя. Для того, чтобы расположить к себе не только зал, Но и строгих членов жюри, Участникам конкурса пришлось попотеть. В прямом смысле этого слова. Мужчины прыгали через скакалку, Растягивались и играли в футбол прямо на сцене Дома культуры. Перед жюри стояла очень непростая задача. Однако лучший папа все же был выбран единогласно. Самый лучший папа. Горда Чебоксары Михайлов Сергей Геннадьевич! В своем выступлении счастливый отец троих детей Сделал акцент на патриотическом воспитании сыновей. Этим и завоевал сердца членов жюри. Призналась председатель попечительского совета Благотворительного фонда республиканского совета женщин Лариса Игнатьева. Дарина Игнатьева, республика. Ему нечего есть, негде спать и прятаться от холода. Он всего лишь маленький котенок в большом мире. Но однажды в канун Рождества он встречает родственную душу, обретает семью и кров. Такая сказка, которой вполне есть место в реальной жизни, стала основой спектакля под названием «Бомжик». Его поставили в тюзи. На репетиции накануне премьеры побывала и наша съемочная группа. Ни, джи. Просто показалось. Наверное, внизу. Жили-были две одинокие души. Бабушка Серафим и котенок по кличке Бомжик. И вот в канун Рождества их дороги пересеклись. Тому, что из этого вышло и посвящен спектакль. Просто написать веселую сказку – это одно дело. Я не умею так писать. Тут происходит очень… Это же Рождество, рождественский подарок. Господь видит, Господь родился. Что-то должно произойти, какое-то чудо. И поэтому чудо происходит вот с этим существом несчастным. Каждому из героев эта встреча что-то подарила бабушке, верного друга, котенку уютный дом и любящую хозяйку-наставницу. Впрочем, самое главное, что это принесет маленьким зрителям. Любовью надо жить. По Божьему закону надо жить. Если в каждом человеке есть вот это чувство доброта, любовь, вот на земле гораздо лучше, легче, возможно, живется. Очень много у нас брошенных детей, брошенных вот кошек, собак. Через них вроде бы воспитать надо маленькое поколение. Премьера спектакля назначена на 25 февраля. Футбольный матч, хоккейный турнир и волейбольные соревнования. Этой зимой Комсомольский район бьет все рекорды по количеству спортивно-массовых мероприятий. Наша съемочная группа побывала в полевосундирском сельском поселении и узнала, чему посвящены спортивные турниры. Ежегодный турнир по мини-футболу в деревне Полевой Сундирь посвящен памяти Ивана Быкова. Молодой парень, которому еще не было и 27, погиб во время чеченской кампании. В родной деревне его вспоминают, как сильного духом и мудрого не по годам юношу. Восенний призыв, 1993 год, ушел в армию. Ваня после меня через три месяца, в марте примерно вот так, призывался. И вот я в Пскове служил, Ваня в Самаре. Сперва они знали, что в Чечне служит, там воюют. Просто от писем от родителей узнали. Потом сказали, что Ваня без вести пропал. Известия насчет Вани ничего не было. Через три года родителям сказали, что в Ростове-на-Дону, в морге. Вот потом пригласили. В тот же год Григорий решил, что память о герое будет жить вечно. Футбольный турнир в честь Ивана Быкова проводится уже 16-й год подряд. Это уважение, наверное, своих бывших друзей, товарищей. Поэтому-то я считаю, такие турниры, это везде надо возобновить. Участвуют где-то уже 8-9, даже иногда 10 команд. С утра до вечера уже на двух футбольных полях на мини-футболах играют. Ну и после этого все равно в чаепитии, там вспоминания молодости. Еще один турнир, но уже хоккейный, состоялся в деревне Нюргича. Он был посвящен памяти воинов-интернационалистов. А в спортивном зале Нюргиченской общепризывательной школы в это время развернулась нешуточная борьба за победу в волейболе среди женщин. Турнир посвящен памяти героя Советского Союза, который родился в нашей деревне, Георгия Николаевича Чернова. Девочки, мальчики у нас очень любят спорт. Они с малых классов, с первых классов любят кататься на лыжах, бегать, волейболом. На каждой перемене маленькие дети, забегая в спортзал, я им даю волейбольные мячи, они с малых лет приучаются к волейболу. Все соревнования продолжались до позднего вечера. По итогам турнира все участники были награждены грамотами, медалями и ценными призами. Дарина Игнатьева, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика. Как выявил опрос, хранить свои денежные накопления в банках наши граждане считают бессмысленным и даже опасным делом. На мнении людей отразилась и нынешняя нестабильная экономическая ситуация на российском рынке. Сбербанк смог развеять мифы о депозитах, проведя видеоконференцию среди своих региональных отделений. Подробнее в нашем сюжете. А я прощаюсь с вами. До встречи в эфире Национального телевидения. Депозиты от Сбербанка – это просто, выгодно и безопасно. Особенно прибыльной эта операция может стать для тех, кто откроет вклад или оформит сберегательный сертификат с 16 февраля по 16 апреля текущего года на сумму от 100 тысяч рублей сроком не менее 6 месяцев. Далее, зарегистрировавшись в акции и отправив необходимые данные на короткий номер 6125, вы становитесь претендентом на получение одного слитка золота весом в 1 килограмм. Кроме этого, будут разыграны 3 тысячи сертификатов на сумму 3 тысячи рублей. Вклад можно оформить в любом офисе Сбербанка, причем все затраты по налогам банк обязуется возместить. Линейка вкладов Сбербанка достаточно проста, универсальна. Три вида вкладов основных – сохранять, пополнять, управлять. Они направлены на три потребности основных человека. Сохранять позволяет накопить на какую-то определенную покупку, либо на определенное событие. Пополнять примерно то же самое, но позволяет вносить определенные взносы и управлять этот самый такой универсальный вклад, который позволяет совершать операции с ним. Как известно, мы живем во времена высоких технологий, поэтому для оформления вклада в офис обращаться вовсе не обязательно. Депозит можно открыть, не выходя из дома, с помощью Сбербанка онлайн или мобильного приложения. Минимальная сумма вклада составляет 1000 рублей. В Чувашии сумма открытых в Сбербанке вкладов достигла уже более 40 миллиардов рублей. Причем только за этот год она увеличилась на 1 миллиард 130 миллионов. Прежде всего это говорит о том, что те предложения по ставкам, которые есть сегодня в Сбербанке, они действительно нашим клиентам интересны. Наверное, не последнюю роль здесь играет и вопрос доверия. С учетом того, что происходит на рынке, люди действительно еще раз взвешивают не только доходность вкладов, но и риски потенциальные. И вот эта цифра 1 миллиард 130 миллионов рублей прироста, мы считаем, что это только начало и по первому кварталу ожиданий наши такие очень даже существенные. В периоды экономических потрясений хранить деньги в Сбербанке не только безопасно, но и выгодно. Проценты по вкладам растут в зависимости от уровня инфляции. Подробнее с условиями открытия вкладов и депозитных сертификатов можно ознакомиться на сайте Сбербанка. Продолжение следует...